какая-то гадость этот ролик совершеннейшая друзья мои напротив меня сидит человек не напротив меня наискосок меня сидит рустам вакидов у него майка с названием трастами а им а муви старт на бред здравствуйте рустам очень раз сразу комментарий к вам сергей ликвитосу да да можно что-то сделать с голосом знаете я послушал записи про ваш голос да вы очень нравитесь женщине виктория колосова который сидит ровно за вами очаровывается вот как-то вот я в записи послушал на сайте маяка мне не очень понравилось и никогда так не стану генеральным продюсером первого канала на звучать витус должно вот приблизительно так часа москва первый канал представляет вот что-то вот идиот rtr представляет хорошо на сюжет прокололся и так давайте до 1 канал бибиси правильно да вы это имели итак сегодня мы разоблачаем вернее рустам имранович вахидов разоблачает соответственно кампанию apple давайте начнем сразу с места в карьер да с места в карьер да что я вот просто мои стереотипы компании apple apple сделал компьютер который был в пику айбем и второй фетиш это значит айпод ну и вот подоспевший телефон вот это новомодный iphone да в общем начнем издалека да 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 откуда началась история значит компания брал была образована в день дураков 1 апреля 1976 года в америке при признаны государством праздник ну не знаю наверно муж отплясывает я думаю что да этот человек тоже точно празднует в белом доме с размахом и от белом кстати да да в россии троится в желтом вот компания была образована 1 апреля у оснований так от сами основательной компании были два стива стив джобс да и стив возняк наш человек но наш человек да фактически вот соответственно простива их про из знакомства но буквально такой лирическое отступление стив джобс во первых был сиротой ну не круглой сиротой но так получилось что его мать после его рождения отказалась от него и он был усыновлен там приемными родителями получил фамилию джобс его родители жили в калифорнии там до 10 лет обитали там в таком небольшом городке с романтичным названием вид на горы маунтин вью да причем в дальнейшем этом я знаю только маунтин view этот городок стал таким сердцем будущей силиконовой долины в конце у джобса не сложились отношения в школе в котором что больших ну наверно вот не сложились отношения в школе он перри они и родителями с ним перебрались в городок рядом да лос-атамас по-моему назывался да вот у него был пригород такой купертина где сейчас располагается штаб-квартира компании apple вот соответственно в этих городках обитала куча инженеров мы зайти как у нас дубна подмосковье городок физиков ядерщиков а это были городки где обитали лябин первый город где работает только и гомосексуалист ну нет в общем в этих городках обитали инженеры электротехники которые выполняли заказы нас а когда тут стали как грибы появляться всяческие предприятия которые производят ну высокотехничную там высокотехническую на на по до аппаратуру для нас и для различных других проектов в общем короче история такая джобс учился в школе и сразу показал свой интерес к электронике да и значит как они познакомились со своим дружком стимом возняком они такими были фриками фрики от слова не фрики через f английская да обозначающие уродец там да или как необычный а фрикс телефонные жулики телефонные дать делали парни занимались тем что однажды их какой-то кореш по кличке капитан кранч что-то в этом духе нашел свисток в пачке из-под подарочный ну подарочный свисток в пачке из-под хлопьев так знаете в но я свести же весело хорошо и он обнаружил что если свистеть этим свитком свистком в телефон в телефон в телефон до в телефонную трубку так что он воздействует на какие-то импульсы и коммуникационное оборудование на телефонных станциях оно срабатывает неправильно и можно звонить бесплатно в любую точку мира уитро звуковой у меня был другой пример в воронеже когда я учился и жил в общежитии на девятом километре все было просто подходили таксофону до междугороднему несколько разбили по рычажку так телефон вешался в какой-то необъяснимый режим и ты мог спокойно набирать любой код вплоть до таджикистана там или соединенных штатах и бесплатно разговаривали точно девятом на сто первом нет на девятом километре в общем таким образом они познакомились со силом джобсом и первое их предприятие было то что они свистки продавать нет они увидели вот эту историю рассказанную и поняли что если изобрести что-то такое электронные уже они свисток да свисток образная в коробочке назвали блю бокс на это можно заработать деньги голубая коробка да соответственно в этом тандеме всегда было так возняк был гением техническим да а этот джобс до припевала припевала продавцом да таким соответственно бизнес строился следующем бизнес модель была очень простая себестоимости было 40 долларов джобс вкладывался внув детали возняк это в чине часа собирал и потом все это не продавали как работал и штука 150 долларов они подсоединяли это к телефонной трубке происходили какие-то импульсы и они бесплатно звонили в общем в любую точку мира в общем они продали порядка 200 таких устройств по 150 долларов на три штуки да ну в общем все время это деньги неплохие деньги действительно соответственно сняли тут существует бы такая что даже однажды не позвонили в ватикан папе римскому и представившись представителями администрации президента сша попросили разбудить папу и поговорить с ним на что и священно отыскать что вы знаете но священный отец папа спит если уж он очень нужен то мы его разбудим но в общем это был первый на жулья на вленина до компании в общем дальше происходит такое что там все что началось плохо кончится еще хуже еще загон так вот да в общем в конце концов через год айти айти компания телефона проапгрейдила свое оборудование и бизнес просто но сейчас пенсионеры не поняли но телефонная компания в общем изменила конфигурацию оборудования да и бизнес затиху ребят снова устранили это возможность вот соответственно там 75 году одна компания выпускает такой набор знаете юного конструктора такой типа юный химик до набор плат всяческих радиодеталей которые если собрать то можно получить там ну а если в цвет мед сдать то можно золотое кольцо то можно получить так называемую сейчас до материнскую плату тогда люди называли это ну вот компьютерами стоил этот набор порядка 350 долларов но чтобы собрать все остальное чтобы из этого ну хоть что-то получилось людям требовалось ну там вложить еще порядка трех тысяч долларов то есть нереальные реальные цифры это уже 300 350 да вот это был вот такой первый звоночек и соответственно друг стив два друга стива джобс прочухал такую историю он понял в тогда почему было но совсем мало лет тогда 19 там 20 он понял что если все это собрать сразу в коробку который будет законченным но компьютером и продавать это все конечному пользователю это можно заработать денег соответственно он на поручил своему дружку возняку сделать что-то подобное возняк реально обладал действительно гениальными способностями он в гораздо меньшие сроки собрал эту микросхему да из из гораздо меньших материалов ну просто использовал до лишние детали дарались в общем остались лишние детали получилось ну подобие материнской платы это действительно был прорыв такой да и они пошли с этой истории в компании в которых работали соответственно возняк на то время работал в компании хьюлит паккард такая известная компания да а джобс был таким хиппи который ходил боссы под lsd в компании отаре и занимался разработкой компьютерных игр аля арка ноид знаете такие из метки все остальное причем тут еще одна такая смешная история да что когда стива джобса взяли на работу в атаре ему сказали парень нам очень нужна там супер игрушка вот тебе время разработай вот тебе гонорар там в тысячу долларов хотя по разным источником она разная да он пришел к возняку говорит чувак первое кидалово было в их обоюдном бизнесе сказал горит дружок надо очень быстро сделать игрушку но есть только 600 долларов 300 твои 300 мои тот сделал игрушку она реально про канала стала действительно игрушка реально про канала о том что было дальше с компанией яблоко через несколько граждане дорогие значится у нас в гостях рустам вахидов разоблачитель брендов но вот послушали политическую рекламу в виде рэпа да это великое 3 марта обсудим этот маркетологических 3 марта 3 итак мы сегодня говорим о компании яблоко поняли что основали ее жулики до остановились мы на том моменте что дружок стива джобса стива возня который был старшего на пять лет вот в общем неплохая разница для семейного пара придумала эту плату которая реально был содержала меньше деталей 100 стоило дешевле в общем джобс реально увидел тогда ну реально это реально провиденческий наверно дар его горе на который всю жизнь преследовала что вот именно в персоналках будущее который реально для простых компьютер для одного чья они пришли с этой идеи он колотил возника не пошли к вознику на работу значит хьюлит пакард показали его босса на что и боссы посмотрели и сказали парни вы чокнулись зачем компьютер простому человеку масса моя идея на карте компьютер человека не было воспринято они воспринимали компьютер исключительно как конструктор который для таких любителей до людьми как их назвали тогда люди с проводами в голове вот так вот то есть для конструкторов любителей в общем вот пришел бы например 85-м году к бандитам человеку сказал вот паяльник за отец козла чем бандиты паяль авто показал что очень даже и да зачем в общем джобс не успокоился и решил организовать собственный бизнес он начал уговаривать возникай возник продал какой-то нереальный калькулятор который у него был джобс заложил день да джобс продал свой volkswagen небольшой автобус который у него был старенький в общем на скребляне 1350 долларов там взяли с собой джобс увел из отаре еще одного человека это третий был рон вейн и 1 апреля 76 года в гараже у возника они основали компанию которую сейчас носит название apple теперь о названии три легенды в какую верит люди решили сами первая легенда значит да первая легенда гласит почему компания называется apple и откуса но и кстати она почему называется джобс был реальным таким лидером он был сиротой да и вот это доказательство своей правоты комплексы комплексы быть другим вот это постоянно да в общем apple в телефонном справочнике бы стояла выше чем компания отари которая была на тот момент ну глобальным таким игроком на рынке компьютерного там обеспечения программ да и вот повыше в алфавитном в алфавитном порядке вторая история соответственно про яблок джобс когда был выгнан из колледжа в оригоне когда учился часто проводил время употребляя лсд там и другие запрещенные препараты на яблочной ферме со своими друзьями вот и вторая история гласит о том что он решил назвать компанию в честь вот своего периода времени который он проводил в кайфе на этой ферме да вот да и третий вариант в том что люди не могли очень долго придумать название в конце концов просто джобс сказал что это его любимый фрукт и если они не придумают никакого нормального названия то они просто назовут компанию я поспорил что яблоко это фрукт ну ладно вот яблоко это ягода в общем таким образом появилась компания apple джобс соответственно начал носиться по городу искать людей которые бы купили да и сделали бы первый заказ и в одном из магазинов он нашли идиота идиота который заказал них 50 компьютеров вот причем первая история да на которых старая на которой стоит обратить внимание вообще я считаю что apple это такая религия а джобс это такой человек который создавал шаман шаман да такой проповедник да там мак евангелист будем так называть до человека воно евангелист не тянет но вот он продавал свой первый компьютер по этому контракту по цене 666 долларов 666 до подозрительно вот в общем был заказ на пятьдесят первых компьютеров у них реально не было свободных средств чтобы взять откуда это они взяли кредит там у своих поставщиков комплектующих подать заказ и 3 чек который был я упоминал ирон вэйн он видит такую историю скал парни мне не нравится как вы ведете бизнес вы купите у меня мою долю в вашей компании я и осваливаю да за 800 долларов всего через четыре года эти 10 процентов стоили 250 миллионов долларов это о том вовремя нужно уходить и ну когда соскакивать когда соскакивать в общем история такая парней поперло они продали свои 50 первых компьютеров но джобс джобс этого было мало он понимал что нужно больше вкладывать денег и стал носиться в поисках более крупного капитала и нашел такого человека который занимался венчурными инвестициями это знаете такие вы заверительные но я бы сказал высокорисковые инвестиции когда может быть можно прогореть да люди вкладывают допустим из 100 долларов 50 в рентабельный проект а в 50 в сомнительно да и вот смотрят один проект выстреливать другой нет в общем они нашли такого венчурного капиталиста который до этого по у нас люди кладут только на депозит да которые работал до этого в компании intel и который вложил своих 92 тысячи долларов да в этот проект в развитие его и порядка 250 долларов тысяч долларов открыл кредитную линию в одном из банков вот соответственно он поверил он реально рассказывает что он приехал когда в гараж к ним и увидел этих людей у которых реально горели глаза хотя они были похожи реально на самых задрипанных наркоманов которых только наркомана горят глаза это естественно на варе и шапка горит вот соответственно за свои инвестиции он получил соответствующий статус компании возглавил ее получил соответствующую долю да и стал продвигать эту компанию и буквально там через год всем седьмом году мир увидел действительно вершину наверно тот момент ну компьютерного гения это компьютер apple 2 действительно это был прорыв вот причем джобс и возняк ну наверное больше да здесь лавры возняку как техническому гению компании apple же первая мышку придумала до этого вернемся они не придумали они своровали это это будет это будет величайшее разоблачение в истории да соответственно вот соответственно компьютер имел был во-первых цветной графикой то есть это было нереально то есть люди когда видели но они просто приходи от этого зеленые во-первых появился динамик возможность оперативной смены изображения да причем самое главное что сделать оператив в течение часа да самое главное что сделал джобс внимание на тот момент существовала только одна программа но программируемый язык basic который написал свое время отчисленные из гарварда будущий миллиардер билл гейтс вот и соответственно на всех остальных компьютерах которые в то время начали появляться человеку приходилось каждый раз загружать операционную систему и программируемый язык чтобы загрузить компьютер возняк с джобсом сделали так что человек просто нажимая кнопку автоматически запускал эту операционную систему и фактически садился и начинала работать да и билл гейтс реально был достаточно но это все равно как если у вас были часы да вы утром встаете надо каждый раз время ставить снова да а тут раз и смотришь а время уже идет да тип того да и стоит отметить что билл гейтс достаточно долго был поставщиком да именно софта для программ да программ для причем тогда программа стоила который поставлял 500 долларов представляешь что в тех деньгах да в тех деньгах то чек покупал себе компьютер допустим магазине отдельно покупал еще программу бейси который стоило 500 долларов и билл гейтс начал уже тогда писать кляузные статьи в газетах крича о том что каждый человек покупающий пользующийся моей программой должен платить по два с половиной долларов в час за то что он пользует мою программу то есть реально человек уже гумозник да вот было слова самого начала гумозник вот на в общем на компьютере apple 2 компания джобса и возника заработала сто тридцать девять миллионов долларов нереальные деньги причем модель была настолько успешная что продавалась в различных модификациях до 90-х годов вплоть до там в 90-х годах еще продавалась ну вот жигули сейчас продается вот причем опять же джобс сделал уникальную по тем временам и сейчас это реально интересная история которую там используют тот же google да он бросил крить клич среди независимых программистов и попросил их писать сторонние программы да и сторонний софт какие-то наработки на ту операционку на тот компьютер который стоял да причем тогда еще он был не очень прижимистым парнем и допустим история такая рассказывает что он одному человеку подарил персоналку apple 2 а тот человек в семьдесят девятом году вернулся к нему и показал первую программу которая умела считать числа это была прабабушка программа excel до которой мы сейчас пользуемся таблицы да таблицы и после того как эта программа вышла вместе с компьютером стала продаваться apple 2 то есть компьютер реально вошел в бизнес и стал ну реально помогает бизнес-инструмент органайзер органайзером который реально вошел прочно очень же же промышь промышь вот мы да дальше рассказываю да извините вот в этот момент происходит следующее там восьмидесятом году apple производит айпио так называемый размещает первично свои акции да и буквально за несколько дней джобс становится мультимиллионером компания оценивается в тем где в тех деньгах порядка миллиарда двухсот миллионов долларов джобсу 25 лет на тот момент 25 26 до ему принадлежит порядка десяти процентом а не сошел действительно человек поехал крыша у него поехала это в частности очень сказалось на его отношениях с друзьями с теми людьми с которыми он основал компанию до которые первыми были пришли в компании он допустим запретил им продавать на выгодных условиях пакеты акций apple так как он считал что эти люди ну используют его и возника для того чтобы получить побольше этих акций да то есть это вот был первый такой звоночек не ну в общем ладно параллельно с тем что компания снимала сливки с apple 2 надо было двигаться вперед и люди начали разрабатывать компьютер apple 3 и компьютер лизу apple лиза лиза да это в честь дочки возника который в принципе он никогда не признавал в то время до которой ему родила девушка с которой он там проживал да вот так некоторое время в гараже да 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 вот в общем он очень молодой 25-26 лет и здесь вот проявляется вот это его натура неуемность и нетерпеливость да то есть он не мог понять там процесс написания программ когда начали писать программе стему хотелось чтобы это все было завтра он приходил допустим на работу давал одно задание утром приходил другое плюс странности начали проявляться да он ударился в дзен буддизм и такие вещи происходили он приходил на работу да допустим вечером уходил и перед тем как уйти заходил в туалет ставил ноги в унитаз и смывал воду делал на это для того чтобы избавиться от отрицательной кармы как раз я однажды зашел в торговый комплекс в москве вот рамс тор как там вот такой большой на университете то есть наверно цикаго нам были к китайские корейские туристы они мыли ноги в раковине ты допасли это видим обладатели вот apple 2 вот в общем достаточно вот ну стал скупердяем да то есть теперь про поводу мышки в то время после того как произошло размещение акций венчурными капиталистами компания apple 2 стал компания xerox слушай как они все замешивают а еще что на одной улице сдая фирма в общем они просто решили приобрести небольшой пакет акции apple на миллион долларов но в качестве краткосрочных инвестиций и зная людей которые работают вы при пригласили однажды их свой исследовательский центр вот это был такой бункер за семью печатям где велись такие передовые разработки туда приехал джобс там возняк передовой ведущий его специалист по программированию вот армстронг и соответственно они посмотрели и показали в ксероксе то что люди сделали а показали им следующее у них был там собственный компьютер который не сконструировали и то что увидел джобс заставил убиться головой об стену и кричать что люди делают что-то невообразимое что это нужно срочно показывать а мы стоим нами до люди сделали следующее в первый раз джобс увидела привычное для нас сегодня раб рабочий стол персонального компьютера раньше как было если помните в классе в школе да мы водили язык бы всегда какой-то и просто зеленые циферки бегали и команды доводить там же они увидели в первый раз всплывающие окна то есть рабочий стол и окна в которых открывались программы второе новшество которое они видели это мышка который реально двигалась и перемещала курсор по экрану до монитора и третье это пиктограммы которые такое программа иконки прародительных нынешних иконок нажимаешь на ее два раза да что-то запускает джобс бился в панике в истерике и когда они оттуда уехали он попросил своего программиста он спросил его в машине чувак за сколько мы сможем слезать и повторить эту историю тот сказал дружок 6 месяцев смогли повторить они это через пять лет реально 5 лет понадобилось 5 лет им понадобилось для того чтобы повторить то что они увидели в исследовательском центре ксерокс а те чтоб чего это не выпустили в продажу ксерокс вот видишь так получилось что не стал заниматься компьютерами да и персами они все-таки ушли в сторону принтеров до печати все все ксерокопирование да но они сделали реально большой прорыв то что мы все называем сейчас копировали аппаратом но был какой-нибудь гад начальник который не дал пропихнуть инициативу да вот в общем в apple лиза и в apple 3 были там на тот момент представляешь да просто фантастические возможности мышь появилась графический интерфейс появился да иконки иконки появились да и все это они украли у ксерокса да и все это они украли у ксерокса причем они украли с собой тех разработчиков ксерокс они перешли под яблочные знамена да и встали в один строй там что же было с яблоком дальше через несколько секунд друзья сегодня вторник товарищи в гостях у нас маркетолог рустам вахидов это человек который изучает тему вот сегодня тему которую он изучил сегодня утром а вот это компания apple яблоко фирма которая раньше была такой яркой звездой на небосклоне компьютеров сейчас тоже на рынке телефонов и плееров достаточно тебя хорошо уверенно чувствует вот мы остановились на том на той на том моменте что компания apple украл у компании ксерокс да идею мыши там всплывающих окон в компьютере и иконок что было дальше дальше соответственно apple 3 apple лиза были бы абсолютно провальными проектами причем ими руководил стив джобс да и они реально были провальными по деньгам да по деньгам он не находил себе места они там не могли никак запустить запуститься и теперь самая главная разоблачительная история да по поводу компьютер apple макинтош вот многие сейчас да право и макинтоши да все считают что это разработка стива джобса и стива возника да на самом деле эти два двое людей не имели изначально не является отцами прародитель биологическими отцами этого проекта биологическим да в то время когда в apple велась разработка apple 3 и apple лиза один программист пришедший в компанию джефф раскин вел разработку бюджетного компьютера то есть такого чтобы был доступен обычной семье обычной семье в обычном блоке да он очень хотел чтобы это действительно был компьютер для всех и назвал его он он был очень умным человеком назвал в честь в честь сорта яблок макинтош но здесь главная ошибка не деревянный макинтош а макинтош яблок сорт яблок как и макдональдс пишется через м си макинтош м7 он ошибся